добрый день дорогие друзья и сегодня самое сумасшедшее видео видео всех которые мы пока выпускали в прямой эфир не знаю для кого но больше для вас или для нас но мы немножко расскажем систему какая находится и как укладывается информация вообще вот этот вот архитектура дизайн подсознание человека да и для этого я уже говорила в подсознании человека по слоям прописаны все эры человечества да то которое мы знаем от момента крушения предыдущей цивилизации вся наша цивилизация текущая и вот когда начинаешь там немножко шарить то ты наталкиваешься на разные магические знаки первое с чем мы столкнулись когда мы смотрели вверх вот в психику человека да с нашего земного уровня с нашей матрицы первое что мы видели это такую кривую на звезду давида которая вот она странно воспринималась и мы не могли понять что к чему на сегодняшний день мы мы расскажем все вот это сумасшествие и наверное где-то поставим многие магические каноны под сомнение потому что в тот момент когда формировалась коллективная игра на уровне б4 и когда формировались масонские так далее очень многие вещи были перевраны они были перевраны на б3 но на б4 они добрались окончательно и поэтому сегодня многие магические вещи не работают а если работают то про приводит к тяжким последствиям которые нам вот приходилось сейчас разгребать из дцп и эпилепсии так далее мы очень часто сталкиваемся с душами прошлого магов которые умудрились сами себя загнать в жестяк да да вы этого не происходило немножко сейчас поговорим смотрите чего все начинается вот здесь внизу мы нарисовали это наша реальность это наша матрица и здесь наша матрица формируется каким-то образом здесь у нас проявленная реальность и дальше у нас есть три основных блока один блок мы будем называть б другой каждый состоит из двух вот смотрите вот если взять вот такую шестерочку да то вот два это блок управления и движок блок управления и движок блок управления и движок до технического устройства 2 блок управления движок одна пара относится к психике одна пара относится к энергетике и одна пара относится к телу или к материальному проявлению человека да то есть если мы говорим о человеке то о проявленном мире. Материя, энергетика, психика. Три составляющие. Почему-то в магию умудрились загнать 4, но 4 мы здесь нигде не нашли. А еще есть, где в магию загнали 5, а потом загнали 6. Я когда смотрела, вообще весело. 6, получается, вот у нас, мы возьмем сразу нижний уровень, самый нижний, у нас есть B1, K1. B1 мы называем из психики, он воспринимается как бог. Это движок, здесь больше всего энергии. То есть это как платформа для сайта, то есть это сама платформа, движок на котором, это двигатель для автомобиля, то, что будет двигать, запускать энергию. И есть к нему блок управления. B1, K1. Вот здесь вторые B1, K1, и следующие B1, K1. То есть для энергетики, для психики и для тела они разные. Соответственно, если мы начинаем углубляться в их устройстве, они, соответственно, устроены все по-разному. Дальше они имеют первый уровень, дальше они имеют второй уровень, дальше они имеют третий уровень, четвертый уровень, пятый пока пропустим, шестой уровень и седьмой уровень. Седьмой уровень вынесен отдельно Точно так же, как и нулевой уровень Или первый уровень в данном случае Он вынесен отдельно Почему? Потому что направленность энергии разная Снизу формируется реальность Сверху идет захват энергии Вообще бы я поменяла их местами, если правильно рассказывать Но так привычнее человеку Я бы зеркально перевернула Но вот Это вот самый-самый большой бог Биг Босс Вот это Б7 И он один, к нему нет кабинета К нему нет блока управления Он все содержит в себе, он содержит много энергии И он связывает нас с следующим уровнем Только это уже не матричный уровень Это значительно круче Это другой уровень настроек А здесь вот интересно Но каждый блок Каждый тип блоков и движков Прописывался под конкретную платформу Если брать нашу цивилизацию То в подсознании первая платформа идет Такая С момента как-то создания богом типа человека И до Египта Потом идет египетская платформа Там, где люди приходили в жизнь И что-то там пытались делать И чем-то там обладали И были богами И пытались создать какую-то игру Потом идет платформа Отдельно идет платформа христианская То есть момента зарождения христианства Я бы еще назвала тут эту платформу Сатана Потому что она очень интересно работает Она вот именно такая сатанинская платформа Следующая платформа идет коллективная Это коллективная игра Она была создана масонами Это их движок И следующий движок Это тот движок, который начинает работу Вот сейчас На котором и дальше человечество пойдет в развитие Это пятая платформа Есть верхняя платформа Которая связывает с B7 Она уже готовая И там идет энергия чистая С ней можно работать Там же вот все настройки материализации Все настройки законов Все, что касается Как будут проявлены все платформы В этом матричном уровне Они настраиваются на самом верхнем уровне На шестом И соответственно Точно так же и управление Здесь есть управление Именно законами Как Вот с какой стороны вы зайдете Вот как будет работать энергия Как она будет течь Там прописана Как будет работать психика Там прописана Как будет работать физическое тело Будет ли материализация Будет ли телепортация Будет ли еще какая-то Это все там прописано Это верхний уровень И вот смотрите Если брать к этим вот движкам Блоки управления То к ним идут первый уровень Это настройка психики Настройка озарений К3 Это инкарнационная врата Они же прописаны Вот с христианством Начиная Игра была завязана Но она была Египет сперва создается Оно сперва идет вот так Звездочками Египет создает И идет дальше Потом здесь К4 Архив Эгрегорных коллективных программ Подсадок Паразитов И так далее Все, что идет здесь Это архивирование К5 Будет проявление Уже идет В основу Основа идет проявление Человека И К6 Это когда человек Выходит в уровень Бога Да В уровень Бога Для того, чтобы потом Все это пошло Информация пошла выше Работает Это все Как цельный Единый Живой организм Ни один из блоков Выкинуть невозможно Даже Учитывая то, что он Находится в прошлом Где-то И вот если вы Внимательно посмотрите То вы найдете Несоответствие То есть у любого Человека Здравомыслящего Сейчас возникнет вопрос Есть несоответствие Если мы наложим Это все На человеческое тело На психику человека И на физиологию человека И на энергетику человека То здесь появляется Одна точка лишняя Одна платформа Она написана В5 Она лишняя Если вы Берем чакры Нижняя То есть у нас получается Здесь в середине 6 Две по краям 8 всего Если мы берем чакры Нам говорят Что у нас 7 чакр И что они вращаются В разные стороны Такая лампадка Ильича Которая каким-то образом Мигает Но как-то она там Горит и мигает В какую сторону Завернется язычок пламени В то и хорошо Если наложить На живой организм Человека То у нас получается 7 чакр И получается В принципе Завершенный процесс Если на лампадке Ильича И поэтому сейчас Когда люди Начинают работать С какими-то Высокочастотными состояниями Во-первых Верхняя часть Невозможно Ее прожить Ощутить И понять Потому что Не предусмотрено Это дело Даже в энергетике Человека А вторая часть Эта система Она устарела Да Андрюха Давай ты добавь Потому что Я понимаю Сейчас мы Так выше Злупыли Люди Вообще Просто Мозг завернется Они-то в это Все не верят Они-то там Не лазят Ну многие Наверное Уже заметили Кто занимается Практиками Что у кого-то Там почему-то Работают 7 чакр Когда медитируют А у кого-то Нет То есть Понятно Что схема Не рабочая Вот Однако Есть и 8 чакровые У которых Все работает И всегда Будет работать Вот Ну дальше Наверное Не знаю Как-то Аккуратнее Рассказать Ну вот смотрите Я начну Тогда с предыстории Когда-то Когда мы были В Перу Блин Весело Это все Я говорю Сейчас сумасшествие Скажет Нездоровые люди Занимаются Херней какой-то Когда мы были В Перу У шаманов Мы заметили Одну интересную штуку В разговоре с шаманом Шаман подтвердил Говорит Вот Когда я работаю С латиносами Или там С другими людьми Других национальностей Мне проще У них 7 чакр Говорит Когда приезжаете Вы русские Говорит Или европейцы Говорит Белые Как он назвал Белые Когда вы приезжаете Белые Мне сложнее Мне за вас 25 лет тюрьмы Могут дать Я спрашиваю За что вам 25 лет тюрьмы Могут дать Он говорит Потому что вы 9 чакровые У вас 9 их всего А какие 9 У вас еще здесь Справа слева Есть по одной То есть уже есть По энергетике Отличия у разных народов Да В принципе это нормально Потому что даже По физиологии Если взять пятку негра И стопу негра Она отличается От пятки И стопы европейца Потому что Вы даже Вот бегунов Сравните Они по-разному бегают Вот негры Они бегают быстрее Физиология даже Отличается Точно так же У нас отличается энергетика Но энергетику Вы же не проверите У нас же чакры Никто там Начинает рассказывать Про приборы Которые существуют Лажи Это все приборы Эти гальванические На эту тему Но Достоверно сегодня Научно доказать У человека 8, 9, 10 Ну нереально Но нас все время Смущало Как-то вот здесь Горловая чакра Она не пришейка Были хвост Более того Она получается Перебивает Если по энергетике Она перебивает И влияет на атлант И дальше Ее работа Она немножко Ну Сказывается Не так позитивно На организме Хотя все стараются Ее развить Но при этом Состоянии Когда сюда человек Входит И живет В этих состояниях Они сказываются Позитивно И мы в эту тему Углубились Еще нас к этому Подтолкнули Воспоминания Египтян То есть Блин Еще придется Шазу достать В общем У нас была Такая штука Мы когда начали Все это раскручивать И когда там Мистические люди Нам начали подкидывать Мистические книгу Книги разные К одной из книг Они дали сопровождающую Этот сопровождающий Когда нас повел Показывать Где, как, что Работает В глубинах Подсознания Человека Так вот Этот сопровождающий Нам сразу Показал обман Первое Что он показал Он привязал Это к стихиям И сказал Читать египетские сказки В них все написано Действительно В тот же день В интернете Нам выпали Эти египетские сказки Где все написано Про стихию Воды Воздуха И огня Там нигде не упоминалась Стихия металла Или земли Или там не упоминалось Солнце Не упоминалось тело Ничего Все остальное Было создано Из этих трех стихий И он сказал Психика будет построена На трех Да Опорах Три опоры Три по два Но это ладно Это еще первые Такие языки Которые он выдавал А потом он Выдал информацию Показал как в Египте Работали с энергетикой Да И как фиксировали Шею Как фиксировали таз Да Фиксировали не физически А фиксировали в энергетике И вы можете Видеть на символах египтян Где они там стоят С золотым Штекером И с серебряным И как они фиксируют Тазобедренные кости И что потом происходит С энергетикой Это для того Чтобы энергия не распылялась Для того чтобы человек Жил долго Да Вечно по сути дела Когда нет Потери жизненной энергии Это все Было в Б2 Но оно было Потом перечеркнуто Через К3 Да Для того чтобы создать Новые уровни игры Так вот Когда мы начали Вникать в эту тему Мы поняли Что вот эта вот Чакра городовая Она ровненько садилась Так чтобы распылять энергию И Когда мы начали Исследовать дальше Мы поняли Что вот эта вот Б5 штука Она есть Не у всех людей Но она есть Да Б5 К5 Вот эта новая Платформа Игровая То есть это те души Которые развились До определенного уровня И у них будут Инкарнации вперед У них есть И у них вот эта чакра Она не единая Она двойная И она как бы Разъезжается здесь То есть одна часть Я ее назвала Заткни рот Да То есть она Переезжает в область Рта А вторая часть Спускается в область Вилочковой железы То есть она Раздвигается И здесь получается Две чакры Вместо одной Но самое интересное Что те люди У которых вот это есть У них Другая энергетика У них вот эти вот чакры Как только происходит Разрыв вот этой вот чакры Которая находится Здесь на две У них получается Все чакры Превращаются В светодиодные лампы Они не вращаются И они горят белым цветом У них нету цветов Вот это для нас Было конечно открытие Реально прифигели Потому что Как только У человека Есть вот такой вот Коннект Эта лампочка Внутри Да светодиодная Фары в автомобиле Поменять лампадку На светодиоды Представляете яркость Вот И когда вот эта вот Прошивка у человека Получается Получается ко всем органам Так как активизируется Резкая вилочковая железа Ко всем органам Идет очень много энергии Представляете Офигенная какая штука Так вот оказывается Что у людей Которые очень-очень были Долго жили И были святыми Где-то У них такие прошивки были А вот А у людей Которые живут сейчас Этих прошивок нет Но мы эту часть Начали резко исправлять Которые 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 Мы добрались До этой информации Мы поняли Как это все Можно менять И И И Внося вот эти Изменения В энергообмен Человека Реально Можно творить Чудеса И тогда Заболевания Типа эпилепсии Вот последний отзыв Я выложила Сегодня Да Они отступают Потому что Без перепрошивки Чакральной Не получается Вывести человека Из вот этих Тяжелых недугов Как только Ты эти вещи Меняешь Анурика Представляешь Какую шизу Мы сейчас Выдали Мы сейчас Экстрасенсорию Подорвали Все логически Просто Даже когда Лампочки Старый автомобиль Брать Видно два луча От конкретных Разных фар А когда Сейчас Современные Автомобили Все сплошно Освечивается Вот и так же По энергетике То есть Все засвечивается Внутри Просто сплошняком Горит человек И нету там Как рисуют биополе Где-то там Разрывы какие-то Где-то больше Где-то меньше У вас там Чакры пережаты Все равномерно Работает Все По сути Святой человек Да Так вот отсюда Шло Святой человек У святых людей Вот эта вот Святость Она свет Свет шел Человек получал Тело света Да Все Тело его светилось Но у него при этом Физическое тело Оставалось Когда говорят о человеке Светой мистифицируют Какую-то Говорят Тело растворилось Оно ушло В солнышко Еще куда Ну куда-нибудь ушло На самом деле Эти люди жили В физическом теле Занимались физическим Сексом Ели физическую еду Физически отдыхали Писали Как или Это были обычные люди Мы с ними общаемся Да Так периодически Когда выходим В эти состояния И можно задать Там вопрос любому И спрашиваем Почему не инкарнируешь Они говорят А платформа Б5 еще не пришла Когда она придет Это наш век У нас очень интересное время В котором мы живем Переходное С 20-го года Начинается переход И он длится Где-то до 37-го года И потом полностью Уходит платформа Б5 в работу Вот этих платформ Уже дальше не будет Представляете Как мир будет меняться Когда заходишь Видишь это Просто поражаешься Но получается Что и люди Под это меняются Энергетика перестраивается То есть с 2000-го года Начали приходить Эти дети Индиго Солнечные дети И так далее У них другая энергетика У них уже подготовленная Под это энергетика То есть у них еще Не светодиоды Но у них уже галогенки Ну понимаете И поэтому Когда вот Сейчас Я иногда Слушаю Что говорят экстрасенсы И какую И так смотришь И понимаешь Блин ребята Если бы вы хоть раз Сюда загрузились И это все увидели Вы бы поняли Что это работает не так Но вот в центре Мы нарисовали Вот такую херню Выглядит как глаз Но вроде не глаз Да Масоны сюда глаз рисовали И я скажу Что масоны Где-то были Наверное правы Потому что Вот эти вот все платформы Между собой связаны Мало того Что там висят Такие как сопли Струны И эти струны Можно выбирать Какой подсоединяться Как коннект Нормальное техническое устройство Ребята Вот просто смотришь И думаешь Искусственный интеллект Вот Но самое интересное Вот эта вот часть внутри Которую масоны Рисовали как глаз На самом деле Это такая Мембрана Которая очень интересно работает Но я бы Вот эту вот Мембрану И весь принцип работы Рассказала в другом ролике И чтобы это рассказывала Ирка Остапук Потому что Она вчера не могла Выйти из этих мембран В итоге И рассказывала Как они работают Как гусеницы В итоге Мне сегодня пришлось Убирать с дивана Гусеницу Которую она просто Мыслями запустила Сверх В материализацию Вот так Да Неоткуда было здесь Взяться гусеница Тут сегодня смотрим Причем ровно Шесть звеньев Вот как Остапук Вчера рисовала Рассказуем Так чтобы вам было Это все не интересно Когда люди рисуют Восьмерку Бесконечность Они рисуют Вот так И говорят Прошлое Перетекает Будущее Будущее Прошлое И вот Восьмерка Так работает Так вот Господа Это вранье Это тоже вранье Это тоже вранье Восьмерка Работает Не так Момент Здесь и сейчас Во-первых Он вот такой Вот Он большой Во-вторых Вот Прошлое Течет Вот так И будущее Течет Вот так И вот здесь Они встречаются И рождается Момент Здесь и сейчас Но если Прошлое И будущее Текут Навстречу Друг другу Вот так Да То что Получается Когда мы Мыслим Получается Что мы Будущее Вспоминаем Вот это Ключевое Потому что Когда мы Формируем Будущее У нас Работает Механизм Памяти Точно так же Когда мы Вспоминаем Прошлое И Если у детей Прошлого Мало И они о нем Не думают И они только Формируют будущее То старики Они все время Помнят прошлое И будущее Они уже Не вспоминают Так работает Этот механизм И чем больше Вы будете Вспоминать Для себя Будущего А получается Вот Я здесь еще Соврала Я здесь Не дорисовала Кусок Это к Б6 Относящийся блок Здесь есть Такой набор Информации Называем Вариантами Не договорила Так вот Это все В Б6 Хранится Так вот Там Когда вы Выбираете Вариант Его можно Просто тупо Хобана И протолкнуть В нашу реальность При синхронизации Всех уровней Чтобы он прошел И нигде не зацепился Представляете Это материализация Прямая Но для этого Надо вспомнить Этот вариант А он уже есть И отключить Чтобы на каждом уровне Он не засорялся Да А каждый уровень Вносит помеху И пытается стянуть С него энергию И видоизменить его Поэтому в чистом виде Получить этот вариант Людям становится сложно Потому что у них Мусора много И поэтому Когда мы говорим Почистите Свою башку Мы говорим Это не просто так Потому что Что такое эти блоки Здесь хранятся программы Здесь хранятся прошивки Здесь хранятся убеждения И мы сейчас Мы можем начать Сейчас говорить про Египет И мне столько Египтологов Выдадут информацию Но она мне Нахрен не нужна Ее лучше зачистить Вообще Как программы Потому что Мне это не интересно А она тянет И пытается забрать Энергию С того варианта Который мне нужен Да Точно так же Как вот эти первые блоки И дальше Дальше А с другой стороны Все кабинеты мне нужны Потому что Когда речь заходит Об озарении техническом Это с кабинета К2 придет Да Отсюда С этого блока управления То есть Движок Движок вроде как и не нужен А кабинет на нем нужен И вот смотришь Вот просто так не выкинешь Все В психике нужно Да И каждый раз Смотришь Что на что Будет забирать энергию Поэтому Мы информацию Теоретическую Набросали Так вот Господа Для того Чтобы Вылечить болезнь Или вытянуть Какого-то бизнесмена Из его клоаки Или Изменить реальность Вот быстро Вот эти вещи Надо осознавать Как работают Пока для вас Это Обрывчатая информация Она не работает Но на каждый блок Есть свои техники С ним можно работать На каждый блок Есть свои прошивки С ними можно работать То есть Конкретно Как техническое устройство Все как в компьютере И мне Будет очень приятно Если люди Которые По складу ума Архитекторы Программисты Да Они очень быстро Это дело сопоставят С тем Как это все В программировании работает И поймут Как работает башка у человека По образу и подобию компьютера Все Вот Все настолько Гармонично стыкуется И когда начинаешь Это осознавать Понимаешь Что меняя прошивки Ты можешь Очень много Изменить по здоровью И тогда получается Лекарства И так далее Вот в этом физическом мире Дальше не продолжаем